Россиян ожидает нового увеличения ключевой ставки Центробанка. В этом уверено большинство экспертов в области экономики. Что это принесет рядовым гражданам и когда власти наконец-то смогут обуздать инфляцию, разбиралась наша съемочная группа. Властям России все никак не удается обуздать инфляцию. Причем ни для кого не секрет, что официальные цифры 8,4%, что тоже немало, едва ли соответствуют реальности. По факту жизнь стала дороже на 17, а то и на 20%. Все это помимо ценников в магазинах оборачивает с целым рядом других негативных факторов. Так что повышение учетной ставки Центробанка неизбежно. Мы наблюдаем определенные макроэкономические изменения, которые не в пользу развития нашей экономики. Сокращенные инвестиции, утечка капитала, повышение цены, повышение инфляции и так далее и тому подобное. И соответственно Центробанк должен на это реагировать, потому что Центробанк это и есть регулятор. В данной ситуации это оправданная мера, но главное, чтобы она не стала постоянной. Ведь высокая ставка ЦБ означает удорожание кредитов для бизнеса. Правда, с другой стороны, банковские вклады снова становятся хоть как-то выгодны для населения. Причем на фоне удорожания нефти, если не случится реального обострения на Донбассе, то не стоит бежать в обменники за долларами. Сейчас я вижу смысл держать именно рублевую массу, потому что если перевести рублевую массу в валюту и положить валюту, то доходы на депозиты будут меньше, чем это оставить в рублях и получить депозит в рублевом эквиваленте. Что касается борьбы с ростом цен, то здесь экономисты считают, что едва ли в этом году получится вернуться к показателям в 4-5%. Большим успехом будет, если ценники подрастут хотя бы на те самые 8 с небольшим процентов. Если же стоимость товаров и услуг останется на нынешнем уровне, то это вообще будет настоящим триумфом.